Наш мастер-класс называется «Создай убеждающую речь за 60 минут». И мы постараемся в это время уложиться. Я постараюсь вам выдать полезную информацию, как к этому делу подойти более, скажем так, осознанно. Будьте добры, напишите мне, кто с нами есть. И зачем вы пришли на этот эфир, зачем вы пришли на этот мастер-класс? Что вас побудило, так сказать? Лариса, здравствуйте. Олег, здравствуйте. С нами Инна, вижу я. Была только что Елена. Кто вы по специальности? Ну вот про Елену я точно знаю. Она уже не первый раз на обучении в нашем тренинг-центре. А я точно знаю, что она работает в судебной системе. Но она не останавливается на достигнутом и продолжает. Ну хорошо, поскольку у нас первое, что мы должны сделать, и как любой оратор, да, мы в первую очередь знакомимся. Вот в таком формате, когда у нас мастер-класс, мы можем себе позволить немножечко познакомиться более плотно, да, о себе рассказать чуть больше, чем когда мы это делаем, когда записываем короткие видео или проводим там прямые эфиры, к примеру. Потому что у нас есть больше времени. Зависит от того, сколько у вас есть времени для выступления. И зависит от того, какую цель имеет ваша речь, ваше публичное выступление. Меня зовут Елена Литвиненко. Я тренер по ораторскому мастерству. Преподаю технику речи уже много лет, больше 15. Да, по образованию я актриса, и у меня есть опыт работы на радио, на телевидении и в профессиональном театре. Ну вот уже довольно много лет, как я занимаюсь интернет-тренерством и, соответственно, веду индивидуальные занятия. Проведено больше 300 часов онлайн-обучения. Ну и, в принципе, обучением взрослых я занимаюсь уже долгое время, точно больше 15 лет. Очень приятно всегда. Самое-самое-самое-самое лучшее в моей работе – это когда люди говорят, что они уже применяют какие-то знания, какие-то навыки еще прямо в процессе обучения и пользуются этим. Среди моих учеников, студентов большое количество разного рода предпринимателей, блогеров, видеоблогеров. Даже есть одна автор-исполнитель, ведущая на радио. И, естественно, что вот интернет-предприниматели нового поколения, скажем так, которые хотят, соответственно, снимать видео, выступать онлайн, и для этого им нужны какие-то азы ораторского мастерства. Лариса нам написала, что она прошла много курсов по целительству, парапсихологии, а речь не может сказать, потому что не уверена. Спасибо, Лариса, что вы поделились с нами. И сейчас я вам предлагаю, в общем-то, перейти к делу. А мы с вами вот чем будем заниматься. Сейчас очень коротенько, что называется, про три основных этапа подготовки речи, и прямо сразу же приступим к практической работе. В конце концов, мастер-класс или не мастер-класс? Должна же быть практика, правда? А для того, чтобы нам заняться практической работой, я вас прошу, пока я тут еще пару минут поговорю, будьте добры, как вам удобнее. Либо организуйте себе электронный документ, в котором вы будете печатать, где-нибудь параллельно с нашей вебинарной комнатной, либо просто возьмите в руки ручку, бумагу приготовьте себе, потому что кое-что записывать придется. Мы же с вами будем учиться составлять вот эту самую короткую речь, убеждающую с призывом, которая, в принципе, по популярности сейчас уже бьет все рекорды. Мы с вами узнаем, какие существуют два основных метода убеждения. Потом подумаем и обязательно вклиним обязательные элементы, которые должны присутствовать в речи такого типа. Я вам приведу пример убеждающей речи. И мы с вами немножечко речь составить. Это хорошо, это здорово, да, но надо ее еще достойно произнести, да. Все должно быть прекрасно, как говорил Чехов. Не только текстовая, смысловая нагрузка, но и подача. И немножечко про подачу. Если вам нравится такой наш план работы, краткое содержание, то давайте пойдем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!